МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости» в студии Марина Юрченко. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И вот лишь некоторые темы выпуска. Сеть добро, творить милосердие, миссия соцработников, профессиональный праздник которых отметили в Армавире. На нем побывала Анна Мельченко. На свете много разных вкусов и вкусиков. Кому-то нравится Майковский, а кому-то вкусиков. На презентации книги забытого армавирского поэта побывал Марк Бугаец. Поездка в командировку, домашние любимцы или человек как средство разрушения природы. Члены Союза журналистов России организовали в Армавире фото-выставку. Юлия Денежкина расскажет. Кто-то целыми днями сидит за компьютером, а эти ребята предпочитают активный отдых на свежем воздухе. На гип-хоп-пати побывала Дарья Топчева. Сельхозпредприятия Армавира продолжают готовиться к уборке зерновых. Приводится в порядок техника, ГСМ уже закуплены. Аграрии теперь надеются только на погоду. Подготовка к жатве находится на личном контроле армавирского градоначальника. Андрей Харченко побывал в колхозе «Восток» и на Армавирской опытной станции в НИМК. Из-за недостатка весенней влаги урожайность зерновых будет чуть ниже прошлогодней, прогнозируют специалисты. Однако качество зерна будет лучше. У нас самый лучший сорт в течение уже, сейчас скажу, лет, наверное, 8-9. Это сорт «Крошка». Она у нас в любые... Дает, да. Да, она ниже 50 центов, у нее какой-то стандарт, 50 центов. В СПК «Восток» с новой уборочной техникой пока повременили, так как часть средств пришлось направить на реконструкцию консервного завода. У нас был выбор в том году. Либо реконструировать консервный завод, не трогая пока растения в ростах. В прошлый год вы направили на реконструкцию завода? Мы почти, практически 20 миллионов. Грубо говоря, мы могли бы купить себе 5 комбайнов новых полесья того же. На просьбу руководства СПК «Восток» о торговых местах по реализации овощей глава Армавира ответил положительно, подчеркнув, что поддержка местного производителя – мера, направленная в том числе и на обеспечение продовольственной безопасности региона. В этом году вы обеспечите продукцию? Если будут точки торговли, мы можем закрыть до 15-25 точек торговли. Точки торговли традиционные будут? Городские наши, да. Традиционные будут, потому что люди ждут вашу продукцию. Она и качественная, она и по цене. 36 гектар ранних помидоров. На опытной станции в НИИМК руководитель предприятия рассказал о планах. В настоящее время станция успешно занимается селекцией гибридов подсолнечника, пшеницы и сои, разрабатываются технологии возделывания азимового рапса. Это сорта гибриды, а там у нас технологические моменты, то есть сколько надо сеять, норма высева, когда надо сеять, своки посева. То есть исключительно такого вот образовательства. Но семенной фунт не ваш, это семенной фунт института? Нет, мы под лицензионное соглашение с ними работаем. То есть мы у них берем суперэлиту, заключаем лицензионное соглашение, выращиваем семена, продаем и часть вот за интеллектуальную собственность им продаем. Это по рапсу. А подсолнечник усвоил у нас своё. Мэр пожелал земледельцам солнечной погоды во время уборочной и хорошего урожая, а также выразил готовность поддержать аграриев, если такая помощь потребуется. Александр Рифанов специально для службы новостей Армавира. Лето в этом году обещает быть серым. Почти половину июня будут лить дожди. А в каком состоянии на сегодня городские ливневые системы? Справятся ли они с натиском воды? Об этом следующий материал выпуска. Во время дождя армавирцы часто задаются вопросом, затопит или нет тоннель по улице Кирова. Сейчас эта проблема постепенно решается. Вот, например, проводят плановые чистки ливневок. Утром 6 июня ливневку, которая раньше не справлялась с большим количеством осадков, трое сотрудников коммунальной службы и мыли, и чистили. Одинокий, подвергающийся водному натиску коллектор привык, что большая часть нагрузки лежит на его плечах. Однако за свою работу отвечать не он один. Ну, если сказать откровенно, организованных ливневок в городе недостаточно. Их всего-навсего у нас 17 километров. Это для такого большого города очень мало. Все остальное у нас, будем говорить так, канавы вдоль дорог и изредка лотки, которые проложены в открытым способом. Значит, мы примерно тратим около 5 миллионов рублей ежегодно на поддержание в работоспособном состоянии всей этой системы. Сейчас заказан проект реконструкции ливневого коллектора от улицы Железнодорожной до Розы-Люксембург. Замначальника управления ЖКХ Николай Галкин полагает, что с увеличением диаметра подземной трубы все проблемы под тоннелем будут решены. Работа над проектом, его экспертиза и финансирование по примерным подсчетам займет около двух лет. Юлия Денежкина, Александр Пенсев, служба новостей Армавира. 6 июня под Армавиром поставлена на боевое дежурство радиолокационная станция нового поколения, которая позволит непрерывно контролировать юго-западные и юго-восточные территории страны. РЛС начали строить в 2006 году в рамках государственной программы вооружений, утвержденной президентом России до 2018 года. Станция призвана компенсировать потерю информации от Габалинской РЛС в Азербайджане и подобных объектов, которые Россия арендовала на Украине. Она способна обнарушивать баллистические, аэродинамические и космические цели, сопровождать их и классифицировать. Видит на 8 тысяч километров вдаль и на 6 тысяч ввысь. Такие РЛС развернуты еще в Ленинградской, Калининской и Иркутской областях. Для жителей Армавира, как и Краснодарского края, с 1 июля поднимется тариф на электроэнергию. Открытое акционерное общество НЭСК напомнило своим клиентам, что с 1 июля 2013 года в регионе изменятся цены на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей. Как сообщается на сайте компании, тариф на электроэнергию с 1 июля для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, составит 3 рубля 62 копейки киловатт в час. Для горожан, чьи дома оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами, 2 рубля 53 копейки киловатт в час. Для жителей сельских населенных пунктов 2 рубля 53 копейки киловатт в час. Стоимость электроэнергии, потребленной после 1 июля 2013 года, будет рассчитана по новым тарифам. Об этом сообщает интернет-портал Югополис. Работники прокуратуры обеспокоены. Кредитные аферисты развернули масштабную деятельность на территории Армавира. Под судом оказываются граждане, которые зачастую по незнанию доверились мошенникам. Подробности расскажет наш корреспондент. Получить кредит в банке по поддельной справке. Цена сомнительной услуги 2 тысячи рублей. При этом мошенники обещают, что вам ничего не грозит. Однако расплата может наступить даже раньше, чем закончится срок погашения кредита. Некоторые доверчивые наши граждане идут на поводу у мошенников и покупают у них за вознаграждение поддельные справки 2 МДФЛ для получения кредита в банке. И затем представляют эти подложные документы в банк, надеясь получить кредит. В результате они и кредит получают, и потом подлежат уголовной ответственности, назначается им штраф, который в разы превышает ту сумму, которую они заплатили. Далеко не всегда на аферу граждан толкает реальная потребность в кредите. Тем не менее, на вопрос, где достать деньги, первое, что многим приходит в голову – взять в банке. В беседе с одним из осужденных выяснилось, что у него есть семья, жена беременна вторым ребенком, и он надеялся на сумму полученного кредита купить жилье. Но при этом, когда у него спросили, а почему вы не подождали рождения ребенка и не получили материнский капитал, он заявил, что он об этом почему-то не подумал. Сотрудники правоохранительных органов предостерегают, пытаясь взять кредит по поддельной справке, ответственность вы несете наравне с мошенниками. Марк Бугоец, Станислав Чинский, Служба новостей Армавира. Празднование Дня социальных работников уходит корнями в годы правления Петра Первого. Именно тогда было положено начало созданию государственной системы социальной защиты. 8 июня специалисты этой сферы отмечают свой профессиональный день. На торжественном мероприятии побывала и Анна Мельченко. В преддверии Дня соцработника в Армавире в стенах драмтеатра состоялось торжественное мероприятие. На сегодняшний день в городе работает 9 социальных учреждений. На плечах специалистов, трудящихся в них, лежит ответственность за тех, кому нужна помощь. Это и ветераны, и одинокие пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи. Виновников торжества поздравили и представители администрации. Ваша работа так или иначе связана с человеком, начиная от малых лет и заканчивая преклонным возрастом. Вы помогаете людям воспитываться, укрепляться физически, находить свое место в жизни. Еще раз спасибо вам за это. Все эти разумные, добрые, вечные. Все эти. Спасибо вам, скажите, сердечно. Русские народы. В Армавире есть немало работников социальной службы, которые удостоены внимания не только в крае, но и далеко за его пределами. Тому подтверждение – самые высокие награды от президента России в 2012 году. Нынешний не стал исключением. Шашкой Нина Ивановна. Нина Ивановна работает палатной санитарочкой в детском доме для умственно отсталых детей. И она также стала номинантом всероссийского конкурса. И в этот момент она находится в Москве, где также участвуют мероприятия, посвященные нашему празднику. И награду ей вручает президент России. Много слов поздравлений и благодарности в этот день звучало в адрес тех, кто посвятил себя очень важному и нужному делу – работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка. Спектр помощи также разнообразен – от моральной до материальной поддержки. Вместе с многочисленными пожеланиями лучшим СОС-работникам были вручены почетные грамоты главы города. Всегда есть люди, которые нуждаются в поддержке окружающих. Они ждут и надеются, что в их дом придут, обратят на них внимание. Социальный работник – это именно тот человек, который несет помощь нуждающимся в ней. В свой музыкальный подарок в этот день преподнесли и самые юные артисты. Анна Мельченко, Александр Жирилеев, Служба новостей Армавира. Есть много разных вкусов и вкусиков. Кому-то нравлюсь я, а кому-то – Кусиков, писал Маяковский. А вот армавирцы с утверждением поэта не согласны. Им нравятся и Маяковский, и Кусиков. Поэтому в этом году сборник стихов Александра Борисовича Кусикяна – такова настоящая фамилия армавирского поэта – издали у нас в городе. На презентации книги побывал Марк Бугоец. Полилась рекой кровь славянская, будни хмурые понадвинулись, Черные вороны послетались, затуманилась Русь, святая земля. 7 июня в здании администрации собрались знатоки поэзии Александра Кусикова. Это имя не вошло в школьные учебники, но оно золотыми чернилами вписано в сердца любителей армавирской словесности. Сегодня удивительный день, день которого мы в библиотечной системе ждали очень давно. И я уверена, что все наши друзья ждали его с нетерпением. И вот сегодня действительно мы имеем честь представить вам эту книгу. Забавный факт. Поэт Кусиков носил усики. Правда, было это в годы его армейской юности. Вступив в литературное объединение имажинистов, свой имидж он переработал кардинально. Стихи Кусикова, хотя и далекие от гениальности, близки сердцу и простого армавирца и председателя городской думы. Быть неслышным, никем не замеченным, на луну заранить свою тень. Если б мог я рябиновым вечером черепком затаиться в плетень. И почему на душе так холодно, так больно, в церковь войду, помолюсь, ведь скоро радостно забьют на колокольне и воскреснет Иисус. Видного армавирского поэта сегодня никто бы и не вспомнил, если б не группа энтузиастов, которые решили, творчество Кусикова должно жить и в 21 веке. В свое время Владимир Маяковский о поэзии сказал так. А поэзия, присволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Может быть и слова-то грубоватые по отношению к поэзии, но какие они правильные. Маяковский посвящал ему эпиграммы, а с Сесениным их соединила тесная дружба. И не только. Вместе они открыли книжный магазин «Лавка поэтов», ездили за границу. После одной из таких поездок Кусиков решил остаться в Париже. За следующие 50 лет он не написал ни одного стихотворения. Марк Бугоец, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Эти забавные животные, пейзажи природы, которые журналист-фотограф видит под своим профессиональным углом, или стихийные бедствия. Армавирская организация «Союза журналистов России» организовала вторую по счету фотовыставку «Мир Маугли» в городском дворце культуры. Что представили газетчики и телевизиончики публики, смотрите далее. В этот раз мы решили сделать выставку тематическую, потому что природа – это такая тема, которую она никого не оставляет равнодушным. И обязательно в Всемирном архиве, в журналистском, в творческом архиве всегда есть такие кадры. 11 членов городской организации «Союза журналистов России». Кто-то из них специально подготовил для выставки, а кто-то просто нашел в домашнем архиве, но так или иначе, каждый представили свои работы. Вот член семьи Сергея Семилетова, мопс Берни, познает азы электровычислительной машины и, по-видимому, недоумевает. Фото симпатичного ежа, который, казалось бы, вопрошает. А что это вы тут делаете, а? А вот, на первый взгляд, угрюмый кот. Но, читая подпись к фотографии, понимаешь, почему он угрюм. Пушистик на диете. А белошерстого Филиппа хлебом не кормит, дай повисеть на телефоне. Сейчас корреспонденты, они посредственно пишущие, они становятся более универсальными. Если раньше распределялась строга, допустим, журналист, занимающийся направлением освещения спортивных мероприятий или освещением парламентских каких-то событий, или же репортер, то сейчас профессия становится более универсальной и к ней еще добавляется умение фотографировать. Тут нет судей, но негласно фаворитом становится Александр Ковязин. Он участник и победитель российских и международных выставок. Среди представленных работ – заснеженные армавиры, лазурный морской берег, каменная композиция, плыть или не плыть. Вы понимаете, что фотография – это тоже искусство и не менее интересно, чем живопись, потому что тоже имеет свои нюансы. И профессионал, наверное, от любителей отличается не ценой камеры, а умением схватить то интересное, что есть в жизни. Увидеть своими глазами фотоработы можно всем желающим. Юлия Денежкина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Армавирцы отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В парке культуры и отдыха города прошел литературно-музыкальный вечер «Великое русское слово». Дарья Топчиева расскажет. Пасмурная погода не помеха празднику, тем более, когда мероприятие посвящено такой личности, как Александр Сергеевич Пушкин. Безусловно, Пушкин – это солнце русской поэзии, великий и талантливый человек. Но он, как и любой обычный человек, переживает, умеет и любить, и страдать, и ненавидеть. И мы взяли интересные факты из его биографии детства, юности, лицейских лет, чтобы донести это до армавирской молодежи. Хорошее настроение в этот день дарили пришедшим творческие коллективы города. Хотя зрителей было и немного, артисты старались от всей души. В перерывах между выступлениями ведущие рассказывали интересные факты из жизни Александра Пушкина. А насколько знакомы с личностью и творчеством поэта сами зрители. Пушкин родился в 1799 году, 6 июня. Он был писателем и писал стихи. У него была няня, Арина Родионовна. Я знаю много стихотворений. Зимний вечер, зимнее утро. Мне он нравится. Я много о нем читала. Иван Царевич и всем богатырей и мертвая царевня. Такая мелодия, такая душа, такая красота в его слоге. Ну я даже не знаю. Мне кажется, ни один человек не может просто называть себя русским, если не знает, что такое Пушкин. Ну я даже не знаю. Опрос показал, Пушкина поэта любят и взрослые дети. А значит, русская классика имеет шанс выжить среди заполонившей книжные полки современной литературы. Светлана Волошенко, Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Время при провождении за монитором компьютера и пагубным привычкам, которым некоторые передаются по подворотням, армавирская молодежь предпочитает здоровый отдых. Так, 7 июня в сквере имени Николая Плохова состоялась хип-хоп-пати. Тусовку посетила и наш корреспондент. В сквере имени Николая Плохова, что на пересечении улиц Володарского и Шмидта, не делают плохого. Поговаривают, что раньше, когда здесь было много деревьев, сюда часто приходили сводить счеты с жизнью. Насаждения вырубили, чтобы повадно не было, а взамен сделали детскую спортивную площадку. Теперь здесь другие люди и другие занятия. Эту хип-хоп-пати организаторы, комплексные центры обслуживания подростков и молодежи назвали летние танцы. Здесь у нас будут ребята сегодня танцевать брейк, хип-хоп, читать рэп, битбокс. То есть показывать различные альтернативы, досуга, которым может заняться молодежь, наша Армавирская. Зажигали в этот вечер на танцполе ребята из коллектива «Инфинити». Не новички в этом деле. Их мастерство уже оценили на фестивале «Свежий ветер». Там они прошли в финал. И на Олимпиаду в Сочи ребят также позвали. Научиться танцевать, как «Инфинити», может любой желающий. Абсолютно любой человек может прийти в наши клубы по месту жительства и весело провести время. И научиться для себя много чего новому. Брейк-дансу, рэпу, хип-хопу. То есть много разных направлений, которые можно научиться. Среди пришедших на тусовку ребята из клуба по месту жительства «Лидер», трудовые отряды, молодежь электротехнического района. Проезжала мимо, увидела то, что знакомые ребята тут выступают. Захотелось посмотреть на это. Это очень здорово. Это очень красивый вид спорта определенный какой-то. Подобные тусовки будут проводиться и дальше. Они открыты для всех. Дарья Топщева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Отобрать и все поделить заново. Так придумали законодатели поступить с нерабочими днями, которые выпадают на новогодние каникулы. Их было решено распределить между другими праздниками. Таким образом, дополнительные выходные ждут Армавирцев в июле и ноябре. Но вступят эти изменения в силу только в 2014 году. Кроме того, еще два праздника в будущем году выпадают на субботу и воскресенье. Международный женский день и День защитника Отечества. А значит, и в этом случае количество выходных увеличится. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv А также в наших группах в социальных сетях. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. До встречи на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды Гюзела Классик.